Приветствую вас. Мне бы хотелось для начала поднять, наверное, вопрос о том, какая у вас вообще, вот вообще, глобальная позиция по отношению к человеку. То есть, вот именно глобальная позиция меня вообще интересует, потому что она очень сильно похожа на позицию жертвы. Вы ведете себя как жертву, профессионируете себя как жертву. Ну, в конфликте. В конфликте. Мужчины. Вот. И это на самом деле более важная проблема, более важная ситуация, более важная трудность, чем, например, то, что он, допустим, на вас, там, допустим, кричит, принимает руку и что-то типа того. Вот. То есть, это гораздо более серьезная история, гораздо более серьезный аспект, на мой взгляд. Вот. Потому что, когда и если, когда и если вы ведете себя как жертву, вот, в данном случае, мне кажется, это именно так, мне кажется, в данном случае, что вы ведете себя именно как жертву, вот. Вот. Когда и если вы ведете себя как жертву, то ситуация складывается, конечно, негативно, и негативная ситуация складывается для вас в том числе, вот. Потому что, получается, что вы просто не контролируете эту ситуацию, не контролируете то, что происходит с вами. Вы, к примеру, допустим, вы боитесь, вам страшно, вот, но вы продолжаете находиться в отношениях с мужчиной, да, вы продолжаете быть с ним в отношениях. И, на мой взгляд, это, конечно, свидетельствует о том, что вы не готовы брать ответственность именно за свою жизнь, вы не готовы брать ответственность именно за то, что вы делаете, именно за то, как складывается ваша жизнь. Вот. Конечно, мужчина может ударить и вас. Такая вероятность есть, и масс может в вашу сторону, как бы, пойти напрямую тоже, вот. Вот. То есть, это, на мой взгляд, ну, совсем не то, что можно полностью исключать, вот, на мой, по крайней мере, взгляд. И, по моему, по крайней мере, мнению, вот. Другой вопрос, другой вопрос заключается в том, как вы сами ко всему этому относитесь. Стоитknowить что? Потому что если, вы готовы, или, если вы готовы, или если вы не готовы, признать, к примеру, что ваш мужчина он такой, если вы не готовы признать, что ваш мужчина вот он представляет из себя вот это, то мне кажется, что будет вам несколько хуже и несколько сложнее вообще дальше как-либо взаимодействовать с человеком. Вот. Сейчас вы пытаетесь просто предугадать и предсказать то, что будет, потому что сами вы в этом не уверены, сами вы в своем будущем не уверены. И отчасти именно поэтому, отчасти именно поэтому я и говорю, что вы жертва, потому что для жертвы именно характерна попытка получить некую определенность за счет другого человека, например, за счет других людей, например, и так далее. что является, конечно, деструктивной и зависимой позицией, потому что, ну, ничего хорошего из этого не получится. вот. В остальном, мои коллеги, в остальном, мои коллеги в целом правы, вот. Потому что, мужчина действительно старается как-то свою агрессию сдерживать, но она у него есть. Вот именно агрессия, она у него, конечно же, есть. То есть это вне всякого сомнения, вне всякого сомнения агрессия у мужчины есть. Вот, с ней можно работать, с агрессией можно работать, ее можно снизить, уровень агрессии можно снизить. Вероятность высоко высока того, что он поднимет руку на девочку, если вы, как вам и сказали мои коллеги, если вы не будете снижать уровень напряжения, да, то есть если вы будете провоцировать, то вероятность будет высока. Вот. Если их провоцировать не будете, то вероятность будет гораздо меньше. Вот. То есть тут как бы в этом смысле все, я надеюсь, предельно ясно и предельно понятно. Другой вопрос, опять же, что это, это все вот в некоторой, ну в некоторой степени это все из области, из области погадать. То есть это все в некоторой степени именно вот из области высока ли вероятность. То есть это не конкретная работа над тем, почему вы выбрали такого, такого мужчину. Это не конкретная работа над своими страхами. Это не конкретный запрос на изменение, например, вашего поведения. Не конкретный запрос на изменение вашей модели отношений. Это все не конкретный запрос на это. А это все именно, вот именно про гадания. Вот. И мне не кажется, что это хорошая идея, если честно. Вот так примерно можно вам и ответить. Вот. Вы пишите, что вы писали уже с детства себе о своем парне, но не очень понятно, работали вы с психологом. Вот. То есть смотрите, что я еще увидел. Вы пишите, пару недель назад произошла ссора по причине моего отказа ночевать у него дома. Вот понимаете, вы пишите, что произошла ссора. Вы пишите, что произошла ссора. Но ссора не может произойти. Вы можете в ссоре быть ответственной. То есть ваша ответственность, вероятно, есть в ссоре. В том числе и ваша ответственность. Понимаете, какая штука, какая штука. Но вы свою ответственность как бы за ссору, получается, не берете. То, что вот я унесла свой вклад в ссору. Это вы как бы не берете такую ответственность на себя. И мне кажется, что эта позиция не совсем позитивна для вас. Потому что если вы не берете ответственность на себя, то ссоры будут скорее всего продолжаться. Ссоры будут скорее всего продолжаться. Скоро ссоры будут скорее всего постараться. И, в общем-то, как бы, ситуации не будет идти на улучшение. Именно. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы брали на себя ответственность за ссору и учитывали, именно учитывали свой вклад в ссору с человеком, с мужчиной. Потому что в противном случае ситуация будет складываться негативно. То есть всегда будет у вас, допустим, виноват молодой человек в ссоре, в конфликте. Вот. А это деструктивная позиция, на мой опять же взгляд. Так что, когда вы говорите, что произошла ссора, когда вы так говорите, я хочу вас спросить, какую ответственность именно вы несете за ссору? Ведь ссора без двух людей ссора бы не возникла. Дальше. Этот вечер я услышал много неприятного, матов не в мою сторону, конечно, между слов. Так. Как вы восприняли мат? Опять же, это ваш молодой человек, с которым вы вместе, с которым вы встречаетесь уже год. И совершенно очевидно, что вы, вероятно, знаете, вы, вероятно, знаете, что он, молодой человек, я имею ввиду, может материться. Вы знаете, что он может материться, вы знаете, что он может использовать мат. Вы, вы это знаете. Так как же вы к этому относитесь? Как же вы это воспринимаете, что он может материться? Принимаете ли вы его, опять же, таким, какой он вот есть? Или нет? Это важный момент. Дальше. Больше всего меня волновало в его поведении, что он мял мои мягкие грудки. У меня на кровати обычно лежат всякие мишки и бросал на пол в порывы гниела. Вы знаете, я ничего не имею против мягких игрушек в целом, но в контексте вашего поведения здесь, в контексте того, как вы себя ведете в целом. Мне кажется, мне кажется, что мягкие игрушки создают образ вас, как в большей степени ребенка, в большей степени все же жертвы, в большей степени человека, который не готов нести ответственность, опять же, за свою жизнь, за себя. Мягкие игрушки усиливают, вот тот факт, что у вас они есть. Мягкие игрушки усиливают этот вот эффект, этот эффект того, что вы все-таки, возможно, часто ведете себя по-детски. Что вы, возможно, часто ведете себя наивно. Вот, и, как бы, мужчина просто, он вот, ну, к примеру, чувствует, к примеру, чувствует, что с вами, допустим, ну, можно вести себя определенным образом. Что он и делает, собственно говоря. Вот. Поэтому, тут мне кажется, что нужно обратить внимание на контекст этих самых мягких игрушек, вот, почему они у вас лежат на кровати. На кровати. Вот. В этом ничего плохого нет, как я уже сказал. Но, тем не менее, нужно на этом, вот, на этом нужно заострить ваше внимание. Дальше, это уже не первый раз. Один раз, когда он от меня уходил после ссоры, я услышал через открыто окно, как он что-то сильно бил на улице. То ли труба, то ли мусорник. Когда я пытаюсь ему сказать, что он меня этим пугает, он объясняет это тем, что был на эмоциях, сил больше не было мне что-то объяснять и т.д. Ну, здесь вы перекладываете на него ответственность, конечно, за то, что он вас пугает, с одной стороны, вы правы в том, что говорите ему, что он вас пугает, что это ваши чувства. Но, с другой стороны, возможно, есть некий контекст, в котором развиваются ваши отношения, в том смысле, что, вот, есть некий контекст конфликта, который у вас развивает, контекст ссоры, например. И, если он говорит, что, вот, у него больше нет сил вам что-то объяснять, если он говорит так, ну, возможно, возможно, что-то в конфликте привело его к этому. То есть, возможно, вам имеет смысл просто, ну, просто научиться более, скажем так, бесконфликтному общению. Что случиться не доводит до конфликта ссор, особенно учитывая, если, учитывая то, что ваш мужчина такой, ну, достаточно взрывной получается. Дальше. Так, я понимаю, вам будет сложно сказать, не зная человека, но прокомментируйте, может ли это быть первый признак, когда ваша будущая жену будет поднимать руку. Да, может быть. Может быть. Только я не очень понимаю здесь, вот, вы говорите о будущей жене, вы имеете в виду себя, то есть, вы уже сейчас думаете, думаете, получается, о семье в 23 года. Вот, мне хочется спросить вас, почему, мне хочется вас спросить, почему вы думаете о семье в 23 года. То есть, ну, вот, на самом деле, как бы, в этом возрасте, обычно, я бы сказал, что волнует, ну, работа, карьера, какое-то развитие, но не семья. А вас беспокоит семья. Вот, и у меня, у меня, соответственно, вопрос, у меня, соответственно, вопрос, по какой причине вас беспокоит. Возможно, вся проблема заключается в том, что вы нуждаетесь в семье, и нуждаетесь в семье, вы очень сильно, как бы, ну, через чур сильно. Вот. В этот момент, на мой взгляд, нужно, ну, нужно поисследовать. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если вам понравился вам, буду благодарен за оценку его в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.